Друзья мои, привет! Сегодня варю борщ. Должна сказать, что я его просто обожаю. Для меня это нечто особенное, символ домашней еды, сердце дома, если можно так сказать, потому что каждая хозяйка вкладывает в него частичку себя, свою изюминку, свой вкус, что и делает его таким уникальным и неповторимым. Поэтому для меня любой борщ в любом доме будет вкусным, потому что это нечто большее, чем просто определенный набор продуктов. И мне кажется, это здорово, что есть так много национальных и семейных вариаций этого блюда, начиная с разновидностей бульона и заканчивая различными добавками к основному набору продуктов. В общем, приступим. Для бульона лучше всего подходит говяжья грудинка, у нее вкусное мясо и косточка, которая дает хороший навар. Но если мне нужен менее жирный бульон, я использую только мякоть. Иногда добавляю к ней курицу или варю борщ только из курицы. В общем, люблю экспериментировать. Буду варить в трехлитровой кастрюле. Если вам мало, белой берите большую кастрюлю и умножайте все на два. Заливаю холодной водой, чтобы она покрыла мясо, ставлю на огонь. Я варю супы на втором бульоне по определенным причинам, поэтому сейчас пену не убираю, это свернувшийся белок. И как вода закипит, вытаскиваю мясо и сливаю воду. Заодно я кастрюлю помою от всего, что прикипело к стенкам. Заливаю 3 литра чистой воды. Жду, когда она подогреется, это происходит очень быстро. И кладу мясо. Довожу до кипения, накрываю крышкой и убавляю огонь на самый минимум. Бульон не должен сильно кипеть, а лишь слегка булькать. Все оставляю на полтора часа. В процессе добавлю в него овощи. На этот объем мне хватит пол морковки, маленькая часть и маленькая луковица. Их можно закинуть прямо так, но иногда мне нравится при печах на сухой горячей сковородке, чтобы они обуглились. Это дает хороший вкус и насыщенный золотистый цвет бульону. Их можно положить в начале варки, в середине без разницы. Также добавляю немного свежемолотого черного перца и пару щепоток соли. Хотя до сих пор повара спорят, когда лучше солить в начале или в конце. У всех свои аргументы. Я поняла, что так и бульон, и мясо вкуснее. Пока бульон варится, нарежу все овощи. Небольшую луковицу нарезаю тонкими полукольцами или перышками. Морковку иногда режу соломкой, а иногда натираю на крупной терке. У меня небольшая молодая капуста, возьму пока третью часть. Нарезаю так, чтобы удобно было есть, и длинная соломка не свисала с ложки. Летом я люблю добавлять еще свежий помидор. Кто-то любит класть болгарский перец, но с ним надо быть аккуратными, потому что он очень перебивает вкус других продуктов. Две средние картошки нарезаю недлинной соломкой и отправляю пока в воду, чтобы она не темнела. Еще я люблю добавлять небольшой кусочек корня сельдерея, если он есть. Он дает хорошую вкусовую нотку борщу. А вот свекла мне нравится именно в нарезанном виде, тонкой соломкой. Надо сказать, что секрет вкусного борща не в каких-то манипуляциях с продуктами, техникой приготовления, семейных секретах, а в самих продуктах. Не знаю, было ли у вас такое, что попадается какой-нибудь невкусный овощ, типа капуста, морковь, свекла, картошка с неприятным землистым привкусом, как из погреба, который испортит самый лучший бульон, и тогда остается только спасать ситуацию какими-нибудь специями, типа хмели-сунели. Кстати, мне нравятся кавказские нотки в борще, а зимой я частенько их добавляю. То же бывает и с мясом, поэтому мой секрет найти хорошие продукты, и тогда в любом случае получится вкусный борщ. Свеклу я всегда тушу отдельно до готовности и кладу ее в самом конце. В небольшую кастрюльку наливаю немного растительного масла, кладу свеклу, огонь минимальный, она не должна жариться, это ухудшает вкус. Добавляю хорошую щепотку соли, одну-две чайные ложки сахара обязательно, и почти столовую ложку яблочного уксуса или лимонного сока, что есть дома. Это поможет сохранить цвет. Ну и борщ, конечно, должен иметь хороший умеренный кисло-сладкий вкус. Сюда же добавляю пару столовых ложек томатной пасты, дополнительная кислая среда для свеклы, что очень хорошо. И еще я люблю выдавить сюда зубчик чеснока, мне очень нравится сочетание этих запахов. Наливаю бульон или воду, накрываю крышкой и оставляю тушиться на маленьком огне до готовности, время зависит от самой свеклы, минут 20-30. Кстати, в этот раз она не очень насыщенного цвета, местами прям светленькая, соответственно цвет борща будет менее насыщенным. Лук с морковкой пассирую на среднем огне несколько минут, чтобы в масле раскрылись их ароматы и они передали эту бульону. Жарить, ждать до корочки и золотистого цвета здесь не нужно, овощи должны стать чуть мягче, а доготавливаться они будут в бульоне. Прошло полтора часа, достаю из бульона овощи и мясо, оно готово. Даю ему немного остыть, обычно в этот момент, пока мясо остывает, я начинаю закладывать в бульон другие овощи, но сейчас делаю немного в другом порядке. Срезаю с него все лишнее и нарезаю небольшими кусочками, чтобы было удобно положить в рот. Возвращаю в бульон. Обычно зажарку кладут после картофеля и капусты, но так как она не тушилась долго и еще хрустящая, капуста у меня молодая и все будет готовиться одно время, я кладу все вместе сразу. Добавляю один лавровый лист, они бывают разные, иногда дают горечь, поэтому одного вполне хватит. Кладу капусту. Пробую на соль, перец, добавляю еще чайную ложку сушеного сельдерея для аромата и оставляю вариться на маленьком огне, уже без крышки, минут 10-15 до готовности картошки. За 5 минут до конца добавляю свеклу. Она тушилась у меня минут 20, но осталась слегка хрустящей. Здесь уже дело вкуса, кто как любит овощи в супе. Пусть покипит 5 минут. Конечно, опять пробую на соль, сахар, кислоту, чтобы был баланс вкусов. Тем временем нарежу пучок укропа и 3 зубчика чеснока. Борщ, укроп и чеснок просто обожают друг друга, поэтому без них никак. Чеснок можно и выдавить, но у нарезанного лучше аромат. Смешиваю его с укропом, чтобы они пропитали друг друга своими запахами. Небольшую часть оставлю для подачи, это придаст дополнительную свежесть борщу. В конце добавляю зелень с чесноком, даю покипеть 1 минутку, накрываю крышкой, выключаю огонь и пусть настаивается минут 15 минимум, а лучше дольше. Вообще, я люблю борщ на второй и третий день, когда он настоялся. Подавать его, конечно, можно со сметаной, если любите, и обязательно свежая зелень. Мне больше хотелось узнать, какой борщ любите вы, что вы добавляете. Может быть, у вас есть какие-то свои фишки и секреты. С удовольствием почитаю ваши комментарии, а этот рецепт в описании под видео.